Каждый день патронажная медсестра Красного Креста Светлана обходит почти все село. Женщина помогает одиноким и престарелым людям, а также инвалидам. Под опекой медработника около 40 человек. К жительнице села Конские раздоры 90-летней Марии Сергеевне иногда приходится наведываться по несколько раз в день. Уколы, перевязки, капельницы. Тут помощь нужна постоянно. Николай не расскажет, Николай. Ночь, полночь. Что тут не есть? Она тут. На данный момент они в трофичной ради практически на короткий период заживают, поэтому она потребует перевязок и уколов, и дедушка. А дедушка, я же говорю, у нас телефон, мы связаны, я же говорю, я и вечером приеду, если надо магнезию вколоть, потому что скоро помощь, это до нас накладно, тем более они у меня на учете, я всегда их беру. В патронажной службе Красного Креста Светлана работает уже 10 лет, но совсем скоро медсестра может остаться без работы. Персонал недавно предупредили. Службе грозит сокращение. В проекте бюджета на 2017 год не предусмотрено финансирование. Это бюджетные деньги, которые выделялись на медицину. И сейчас они не будут в следующем году выделяться в 2017 году. Не дали эти деньги. 15 грудня 2016 года мои медсестри будут освободены в связи с тем, что сокращение патронажной службы Красного Креста Украины. У них попереджение медсестер на руках, что они будут освободены. Вместе с тремя медсестрами без работы остаются и два работника младшего медперсонала, таких как Елена Плетень. Под ее попечительством сейчас 15 пожилых пологовцев. Сейчас в каждый день я успеваю 6-7 семей обслужить. Входит в обязанности доставка продуктов питания, медикаментов, уборка в квартире, помогает уход за волосами. Патронажная служба – это сердце Красного Креста. То есть изначально начинался Красный Крест из патронажной службы. Но я не буду рассказывать историю. Но без патронажной службы я даже не представляю себе Красный Крест. Валентина Дмитриевна, которой помогает Елена после двух инсультов, также не представляет свою жизнь без такого помощника. Если можно, от кого это зависит, пожалуйста, взглядись. Официально медики патронажной службы работают до 15 декабря. Они надеются, что смогут трудиться и дальше. А вопрос с финансированием удастся решить на государственном или местном уровне.